Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава 2 книги Хроник или Паралипоменом Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет И у нас продолжается разговор про царя Асафата Довольно долгий и подробный рассказ был про его войну против Ромота Глацкого На которой он потерпел поражение, но, впрочем, вернулся целым А Асафат, царь Иудей, живым возвратился домой в Иерусалим Ну, в отличие от Ахава, царя Израиля, который погиб в том бою Навстречу царю Асафату отправился провидец Егус, сын Ханани И сказал, Ханани у нас был в предыдущей главе И как раз, точнее сказать, две главы назад И как раз, пожалуй, эти провидцы, они играют едва ли не более значимую роль, чем, собственно, цари И сказал, ты нечестивцам помогаешь, и с ненавидящими Господа вводишь дружбу За это падет на себя гнев Господень Имеется в виду его дружба с Ахавом, с царем Северного царства Вроде бы братская страна, но он нечестивец Поэтому братские узы, они не безусловны Впрочем, найдутся у тебя и добрые дела Ведь ты истребил по всей стране дерева Аширы И посвятил себя служению Богу То есть, все-таки, не совсем, не до конца он испортился Интересно, что об этих вещах Вот наш автор говорит только в той мере, в которой они подтверждают его тезис Все хорошо в царстве, пока они поклоняются Господу И Асафат жил в Иерусалиме Он снова стал объезжать свою страну от Бершевы до Ефремовых гор Чтобы возвратить народ к Господу, Богу их отцов То есть, он продолжил эту свою программу по просвещению народа Во всех укрепленных городах Иудеи, город за городом Он назначал судей и так говорил им Обдумывайте ваши поступки, ведь вы творите суд Господень, а не суд человеческий Господь с вами, когда вы выносите приговоры Бойтесь Господа, соблюдайте же строго Ведь Господу нашему Богу чужды несправедливость, лицемерие им сдаимство И общественный строй – это тоже форма поклонения Господу Только не в молитве, а в правосудии, не менее важная, чем молитва И в Иерусалиме Асафат назначил судей из левитов, священников и глав израильских родов Чтобы они вершили суд Господень, разбирали тяжбы жителей Иерусалима Он им заповедал Вот что вы должны делать, боясь Господа, честно и безупречно Какая бы тяжба ни поступала к вам от ваших братьев, живущих в ваших городах Будто дело об убийстве или о законе, о заповедях, о тех или иных установлениях и правилах Отвращайте их от греха, чтобы не пал на вас и на ваших собратьев гнев Господень Поступайте так и не согрешите Ну вот смысл вполне понятен, тут даже комментировать нечего Важно, что царь Иосафат, как некогда царь Давид, расставляет людей на определенные должности И дает им поручение, как эти должности исполнять Первосвящение Камария пусть руководит вами во всех делах, которые касаются Господа Завадия сын Измаила, глава племени Иуда, в делах, которые касаются царя А левиты пусть помогают вам То есть здесь деление на такое божественное право и право царское То есть очевидно все, что не является божественным или религиозным А левиты пусть помогают вам Действуйте твердо и да будет с вами Господь во всяком добром деле Тоже такой призыв действовать твердо Начиная с книги Иисуса Новина Один из главных призывов по отношению к тем людям Которые устанавливают вот некоторую власть Бога на земле Говоря условно и немножко карикатурно Но это еще не конец царствования Иосафата А в следующем эпизоде из его жизни прочитаем в 20 главе Продолжение следует...